Ход работ на двух социально значимых объектах, возводимых по губернаторской программе, в центре внимания депутата Мособлдумы Владимира Шапкина и его коллег из местного совета. Речь идет о школах в микрорайонах Жигалова и Солнечной, строительство которых возобновилось после карантинной паузы. Объекты очень важны. Это программа ликвидации второй смены. И сегодня работы были на время карантина, конечно, приостановлены и задержка произошла. Поэтому сегодня с одной стороны и наверстать нужно упущено, и с другой стороны те недоделки, которые в спешке могут иметь место быть, не хотелось бы, чтобы это потом легло на плечи директоров и администрации. По заверению подрядчиков, школа в Жигалове будет сдана в конце года. Сейчас здесь производится ввод наружных инженерных сетей, завершены кладка, установка пластиковых окон на 80% крепеж кровли. На данный момент строительство выполнено на 70%. Работает 80 человек, 4 единицы техники. По планам завершения строительства в конце ноября, получения документов, как бы все идет по плану, особо вопросов нет. Строительство школы в Солнечном близко к завершению. Законченные отделочные работы введется благоустройство территории. Внутри помещений идут установка и наладка оборудования. Сдача объекта намечена на середину августа. Депутат Шапкин, однако, отметил целый ряд замечаний, на что и было указано подрядчикам. В основном они касаются использования более качественных материалов при отделке помещений. Но в целом депутаты остались удовлетворены качеством выполненных работ. Могу сказать, что вот все относительно. Вот те моменты, которые я о чем говорил, это на сегодня те мелочи, которые раньше вообще во внимание не брались. Там было гораздо больше проблем. Ну, как говорится, нет предела совершенству, но прогресс есть. Также депутаты проверили несколько адресов по жалобам жителей. Одна из них на узкий проезд по мосту на улице Институтская в микрорайоне Чкаловский. Там решать вопрос можно двумя способами. Мы сегодня обговорили. Первый – это в текущем режиме немножко подправить. А в перспективе – это реконструкция моста. Но здесь нужен отдельный проект, отдельная экспертиза, ну и соответствующие мероприятия. Что касается первого варианта, то здесь заменить отбойник на другой. Уже 15 сантиметров мы выиграем. На улице Новопоселковой в микрорайоне Потапова у жителей претензии к качеству работ. На недавно положенном асфальтовом покрытии при дожде образуется большая лужа, которая стекает на соседние участки. Владимир Шакин считает, что здесь требуется участие специалистов водоканала. Здесь кардинально еще нужно решать вопрос с водоканалом, потому что сливные воды еще состыковываются с канализацией. Это еще один момент, но я обязательно на него обращу внимание, водоканал своим письмом, чтобы они среагировали. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.